Привет, друзья, с вами Бора. Пришло время поговорить про то, как же лучше всего выставить такие параметры, как мёртвая зона, чувствительность по осям XY, чувствительность пристройки и редакте. Весь прошлый месяц, каждую неделю, я делал для вас переводы по отдельным моментам настроек разных видов сенсы. Так сказать, мы с вами их поверхностно изучали. Разве только вот по легосе обзор получился довольно обширный и в сильных доработках не нуждается? Чего не скажешь про линейную сенсу? Вопросов было больше, чем ответов за всё это время. Поэтому настал час рассмотреть её более прицельно. Большое спасибо вам за лайки, которые вы не жалеете ставить под каждым видосом. За подписки. Я вижу, как число подписчиков постоянно растёт. За использование моего тега bora3232 при трате бибаксов. И, конечно же, отдельный респект всем тем, кто оформляет спонсорку, за которую можно получить ранний доступ ко всем видео, уникальному контенту, закрытым беседам и так далее. Всё это побуждает меня работать с ещё большим рвением. Поэтому не стесняйтесь высказаться и отписать комменты своё мнение про видос или задать какой-то интересующий вас вопрос. Я уже довольно долгое время играю на линейной сенсе. Конечно же, легосе сенса тоже хороша собой, но я считаю, что линейка это идеальный вариант для тех, кто хочет добиться высот. Сперва вам нужно включить продвинутые настройки, чтобы можно было колдовать со значениями. Мои настройки стройки ставят значение 2.1 для самой стройки и 2.4 для редакта. Мои настройки стройки. Я считаю, что это самые оптимальные значения для данных параметров. Мои значения по осям XY выставлены на 48% обе. Иногда я эти значения немного изменяю. До 50 или до 47. Вот в этом промежутке находятся лучшие параметры для чувствительности XY. Как я говорю во всех видосах, ищите свои настройки, пробуйте менять параметры. Таким вот макаром я до своих и дошел. Значения для стрельбы в приседе у меня стоят на отметке в 8% обе. Время ослабления я поставил на 0.12 секунды. Этот параметр работает вместе с настройками мертвой зоны. Комплексная тема, в общем. После долгих поисков и отзывов я бы рекомендовал ставить настройки мертвой зоны в промежутке между 12 и 16%. Однако, тут все зависит от износа стиков, вашей основной сенсы и состояния вашего геймпада. Не рекомендую ставить минимальные значения мертвой зоны, потому как ваша камера может начать плавать, а такое никому не нужно. Но средние значения для большинства игроков будут между 12 и 16%. По моему скромному мнению. Но имейте в виду, что автор оригинального видоса говорит про настройки контроллера Elite 2. И в прошлом видосе про мертвую зону у него стояли значения 13 и 5, соответственно, а не 16 и 12, как сейчас. Поэтому, опять-таки, пробуйте разные варианты и находите свой. Лично у меня, ну то есть у того, кто переводит, на моем DualShock 2 ревизии те настройки из того видоса не сработали. Вот такие дела. И также не забывайте, что нужно много времени, чтобы привыкнуть и освоить линейную сенсу, поэтому подумайте, а нужно ли оно вам вообще? В следующем видосе, я думаю, что можно будет поговорить про легоси сенсу. Как считаете? Напишите в комментарии, если хотите видос по легоси. Спасибо. Поэтому будьте внимательны. Такие настройки мертвой зоны могут подойти для геймпадов Elite или Skaf, но могут быть не очень для простых смертных, не имеющих кастомных геймпадов. Если вам не сложно, то отпишите в комы о том, какая мертвая зона стоит конкретно у вас и какой у вас геймпад. Мне было бы интересно провести такое исследование. Что касается биндов, то тут очень много вариантов. Многие задроты играют методом клоу или даже дабл клоу, земля пухом, что говорится. Для этого дурацкого клоу есть свои собственные бинды, которые будут отличаться от тех бинтов, что используют не мутанты, а простые люди с обычными пальцами. Ха-ха-ха-ха. Окей, такое возможно, но я считаю, что данный параметр лучше выставить значений 6, 7, 8, ну максимум 16, ну не больше. Такая тема хорошо будет работать на дальние дистанции, когда вы стреляете с автомата, но будет не лучшим вариантом для ближнего боя. В таком случае я посоветовал вам немного поднять данный параметр. Почему же я выставил именно такие значения? Да потому что стрелять из автомата при таких настройках сущее удовольствие, и я не могу сейчас иначе. Поэтому делать скиллы на средних и дальних дистанциях проще простого. Но не забывайте, что для этого нужно освоить линейку. Если до этого на линейной сенсе вы не играли и выставите примерно такие же значения, как у меня, то у вас, скорее всего, ничего не выйдет. Нужно поиграть и привыкнуть. Fortnite вообще такая игра, которая требует постоянной игры, чтобы держать уровень. Стоит сделать перерыв несколько дней и все, амба. Скилл чутка падает или сильно проседает, как в моем могучем случае. Вот таким образом я советую вам потрениться сперва в творческом, для того, чтобы привыкнуть к линейке. Все же у нее есть большое отличие в движении стиков после Легаси, например. Оно ощущается как-то более широко, что ли. Интересно вообще. А может выпустить видос по сравнению Легаси и линейки? Как считаете? Жду ваше мнение на все счет в комментах к видосу. Пасибочки. Я вообще частенько с подписчиками делюсь планами нашей закрытой беседе для спонсоров канала и для, там, лютых донатеров. Всего, в общем, за пару копеек вы можете присоединиться к нашей дружной компании, заодно и движ поддержать таким образом. Отличный прием, кстати говоря, можете взять на вооружение. Сперва выстрел, потом ставим пол. Но это нужно крепко так позаниматься, чтобы получалось четко. Поэтому практика наше все. Без должного внимания к деталям хороших результатов не добиться. Это истина действительно как в игре, так и в реальной жизни. Не забывайте юзать мой тег автора при трате бибаксов в Fortnite и покупке игр в Epic Games Store. Для всех юзеров тега в нашей группе Fortnite поиск игроков каждый месяц проходит розыгрыш ништяков. Под с розыгрышем время от времени висит закрепе. Ссылку на поблос и множество других полезных ресурсов вы найдете в описании. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если этого еще до сих пор не сделали. Спасибо за просмотр. С вами был Бора. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok